ПОЛИГОН Смотрите в этом выпуске! Страницы истории, так ли эффективны танковые засады, напарники, высаживаемся в обновлённую Нормандию, и машины войны, легендарный вертолёт! Если далёкого от авиации человека попросить нарисовать вертолёт, скорее всего, он изобразит скруглённый фюзеляж с длинной хвостовой балкой, большим винтом сверху и маленьким сзади. Такой образ сложился неспроста, ведь именно так выглядит самый массовый вертолёт в мире. Более 17 тысяч таких машин всех модификаций поднималось, поднимается и ещё долгие годы будет подниматься в небо, выполняя самые разные задачи в любой точке земного шара. Сегодняшний гость машин войны — боевая версия легендарного советского многоцелевого вертолёта Ми-8. Машина построена по классической схеме с несущим и хвостовым винтами. Силовая установка — пара турбовальных двигателей. Протектированные топливные баки расположены в верхней части фюзеляжа и по бокам от грузовой кабины. В носу установлен крупнокалиберный пулемёт, а на пилонах машина может нести неуправляемые ракеты, свободно падающие бомбы и ПТУРы. Ми-8 — не тот вертолёт, от которого ожидаешь высоких боевых характеристик. Как ни крути, это в первую очередь транспортник. Но, тем не менее, за восьмёркой числится несколько игровых рекордов. Во-первых, перед нами вертолёт с самым большим War Thunder несущим винтом — больше 21 метра в диаметре. Кроме того, среди винтокрылых машин только он способен за раз поднимать до двух тонн бомб или до 192 неуправляемых ракет. Сильно ли это помогает ему в бою? Ну, откровенно говоря, не особо. Уничтожение подвижных целей бомбами с вертолёта без баллистического вычислителя — приём на любителя. Такая задача, скорее, уместна для челленджа. Попадать в цель на армии значительно проще. Их запас позволяет делать множество пристрелочных залпов, стреляя едва ли не очередями. Но всё же Ми-8 для таких упражнений не слишком хорошо подходит. Скромная манёвренность не располагает к полётам на сверхмалых высотах, а огромный силуэт сразу же привлекает нездоровое внимание вражеских танкистов. Кто-то из противников, возможно, из уважения к легенде и воздержится от атаки, но рассчитывать на это не следует. Большинство всё-таки открывает огонь. Фактически единственное вооружение, которое Ми-8 может применять достаточно эффективно, это противотанковые ракеты. Советская версия способна нести до четырёх птуров «Фаланга» — боеприпасов с весьма приличной дальностью полёта и не самой плохой для такого низкого боевого рейтинга скоростью. Поддерживать статистику «одна ракета, один танк» скорее всего не получится, но уничтожить несколько врагов за вылет вполне реально. Немецкая версия Ми-8 вооружена ракетами «Малютка». Характеристики у них поскромнее, зато максимальное количество — шесть штук. Конечно, назвать Ми-8 сверхэффективным ударным вертолётом нельзя. Но, с другой стороны, и конкуренты его обладают характеристиками не самыми выдающимися. А вот чего у «восьмёрки» не отнять, так это её культурной значимости. И мы очень рады, что теперь эта легендарная машина может занять почётное место в ангаре каждого игрока в War Thunder. Начало октября 1941-го. Вермахт начал операцию «Тайфун». Окружил советские войска под Вязьмой и Брянском и стремительно наступает на Москву. В этой тяжелейшей ситуации ярко дебютировала 4-я танковая бригада под руководством полковника, а впоследствии прославленного командующего, маршала бронетанковых войск Катукова. Бой, который произошёл 6 октября, после войны стал растиражированным примером эффективности танковых засад. Эту тактику начали накладывать на самые разные ситуации, порой совсем не к месту. Но действительно ли именно окопанные танки сыграли важнейшую роль в том сражении? Для начала следует отметить, что Катуковцы были не одни. Бок о бок с ними действовали 11-я танковая бригада Бондарева, мотострелки, противотанкисты, десантники и ударная авиация. Противостояла им 4-я танковая дивизия с поддержкой Люфтваффе и различной артиллерии. Немецкое соединение насчитывало 58 исправных танков, а у Катукова и Бондарева вместе было 12 КВ, 42 Т-34 и еще больше легких БТ и Т-26. Сражение развивалось вдоль шоссе Намценск и Тулу. 4-я бригада и другие силы заняли позиции в стороне от него на высотах у деревни Первый воин. Окопались, пристрелялись и даже вырыли ложные окопы. 11-я бригада сосредоточила часть сил для прикрытия северо-западнее, нависая над левым флангом немцев. Это было верное решение. Утром 6 октября, при артиллерийской поддержке, немцы форсировали реку Лисица. Панцеры прошли позиции мотострелков Катукова, оставив их пехоте, но далее встретились с окопанной бронетехникой 4-й бригады. Вот потерян первый немецкий танк. В бой вступают две 88-мм зенитки, но ненадолго. Вскоре обе уничтожаются точными попаданиями. И все же немцы постепенно находят подход к обороне противника во многом благодаря артиллерии. В этот кризисный момент рота Т-34 бригады Бондарева внезапно переправилась через Лисицу и ударила немцев во фланг. Несколько панцеров сразу вспыхнуло. В ответ артиллерия открыла огонь по 34-кам прямой наводкой. Впервые за долгое время немцы получили команду на отступление. Машины Бондарева расстреляли и раздавили множество орудий, подбили в сумме 11 танков и посеяли в немецком тылу непривычную сумятицу. А вот подчиненные Катукова прорыв не поддержали. Об этой контратаке в своих мемуарах он даже не упоминает. Кто знает, чем бы закончился этот бой, если бы советские войска действовали слаженно, находили правильное место и время и для засады, и для контратаки, навязывали противнику свою игру, как это удалось танкистам 11 танковой бригады. В этом и последующих боях, случившихся 9-11 октября под Мценском, немцев удалось приостановить и выиграть немного времени. Советские войска достойно встали на пути немецкого тайфуна. Мы уже рассказывали в дорожной карте о том, что многие локации для совместных боев подверглись серьезным правкам. Сегодня напарники оценят обновленную Нормандию и, конечно же, найдут новые победные тактики. После переработки карта стала более симметричной, поэтому разъезды для двух команд будут почти одинаковыми. Для примера мы рассмотрим западную сторону. Первый сценарий начинается с возрождения напарников на северной точке. Не теряя времени, оба отправляются на набережную. На перекрестке с внутренней кольцевой дорогой один из них сворачивает направо и останавливается в конце улицы, перед выездом на центральную площадь. Отсюда ему открывается почти вся точка «Б». Другой игрок тем временем добирается до стелы и занимает на ней удобную позицию. Если к памятнику уже подъезжает противник, напарникам стоит в первую очередь уделить ему внимание. Главное — получить полный контроль над стелой. После этого остается перекрестным огнем зачистить центр города и продвинуться на захват. Лучшая позиция для взятия точки — за углом церкви. Здесь можно и укрыться от огня, и простреливать пару заездов в город. Один с востока, а другой с юга, со стороны точки С. Таким образом пара перекрывает все дороги, ведущие к центру карты. Но захват одной точки — это лишь половина дела. С находится слишком далеко от центра города, поэтому напарникам проще заняться точкой в центре пляжа. Для этого игроки рокируются. Танкист, что стоял за церковью, смещается на стелу, а второй под его прикрытием спускается на пляж и окрашивает точку А в цвет своей команды. Впрочем, эта тактика существовала и раньше, разве что точка захвата на пляже располагалась в другом месте. Значительно больше изменений претерпела южная сторона карты. И сейчас напарники покажут одну из тактик боя на обновленной местности. Оба танкиста возрождаются на южной точке и сразу разделяются. Первый направляется на объездную дорогу через квадрат G3, а второй движется по линии Е. Обходя точку С с разных сторон, напарники сохраняют возможность вести перекрёстный огонь и оперативно помогать друг другу. Они обладают явным преимуществом в любом огневом контакте. Конечно, при условии, что информация о местонахождении противника своевременно передаётся друг другу. Продвижение вглубь вражеской территории продолжается, пока круг захвата не окажется между напарниками. Предварительно зачистив все подъезды, игрок с юга подъезжает к точке и берёт её под контроль. А товарищ на линии Е тем временем ожидает его на перекрёстке с вертикалью, дорогой, ведущей прямо в центр города. Следующая цель — точка Б. Один танкист продвигается к ней по вертикали, а другой заходит в город по соседней улице с вражеской стороны и поворачивает направо. Этот манёвр позволит ему зайти в спину танкам противника в центре. В тесном городском бою особенно важно информировать друг друга о расположении и направлении взгляда вражеских машин. После захвата точки Б игроки занимают уже знакомые позиции на стеле и за церковью, а в случае необходимости готовятся захватить пляж, так как делали это в первом сценарии. Не забывайте делиться впечатлениями от обновлённых карт и вашими тактическими находками, а нам пора переходить к ответам на ваши вопросы из комментариев. И первый вопрос на сегодня прислал Грозда. Какие настройки графики вы используете, снимая футажи для видео? Привет! Давайте просто попросим оператора показать свои настройки графики, а вы на стоп-кадре сможете рассмотреть все интересующие параметры. Следующий вопрос прислал Риховский. Что за РЛС у F2H «Банши» на 3 километра? Для чего оно нужно, если на нём всё равно ничего не показывается? Привет! На этом самолёте установлен радиодальномер. Благодаря ему гироскопический прицел показывает правильное упреждение, а это может пригодиться в симуляторных боях. Пишет DK. За страницей истории отдельная благодарность. Вопрос — а что за два плафона в хвосте К-52 снизу? Привет! Спасибо вам за лесный отзыв. Мы рады, что страница истории нравится такому большому числу зрителей. Что же до плафонов в хвосте К-52, то это доплеровский измеритель скорости и сноса, сокращенно ДИС. Он нужен для расчёта составляющих вектора скорости, угла сноса и координат местоположения вертолёта. Ещё раз спасибо и до встречи в новом выпуске. А я передаю слово Сергею. И последний комментарий на сегодня нам прислал Адлер Фогель. Что за техническое отверстие в подвесном баке на МиГ-29? Привет! Это отверстие нужно для отвода горячих газов из выхлопного устройства вспомогательной силовой установки самолёта. Если снять подвесной бак, можно увидеть выхлопную систему. На этом всё. С вами был Полигон от Гайдзин Энтертейнмент. Программа, которая выходит на нашем канале каждое воскресенье ровно в 19.00 по московскому времени. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Ставьте лайки, делитесь впечатлениями в комментариях. И увидимся ровно через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!